Здравствуйте, любимые наши подписчики! Сегодня мы начнем серию выпусков, ответов на ваши многочисленные вопросы. И одновременно будет происходить ваша очистка с заговоренными свечами, чтобы не терять зря ваше драгоценное время. А вы слушайте и одновременно очищайтесь. Помните, что рядом с нами всегда все боги, духи и силы, которые вам в этот момент помогают. Нам задали вопрос, когда будут внуки и дети. Милые наши подписчики, мы вам не раз говорили, что мы не работаем на собственной силе, а привлекаем всегда к работе всех богов, духов и силы, которым надо отдавать огромные откупы. А если нам смотреть кого-то отдельно, откуп для богов, духов и сил будет очень и очень огромным, который, скорее всего, вы не сможете отдать. Он может доходить до нескольких сотен тысяч. Но можем сказать, что первое, что нам показали духи, когда мы этот вопрос прочитали, это то, что нужно очень серьезно почистить ваших детей, от которых вы желаете внуков. «Но чтобы не вы их чистили, а чтобы они сами смотрели наши ритуалы и чистились, чтобы сами дошли до этой мысли, что необходимо почиститься. Если вы их будете чистить без их разрешения, вас накажет Господь Бог, потому что все, что делается без разрешения другому человеку, даже пусть и во благо, очень строго карается. Можно чистить только, как мы не раз говорили, только детей до семи лет без разрешения, потому что любые проблемы и болезни могут быть даны высшими силами тому или иному человеку для какого-то урока. Даже порчем Господь разрешает ложиться на вас для какого-то урока, чтобы вы были более осмотрительны, понимали, что не все люди хорошие, чтобы своим умом дошли, что необходимо почиститься и так далее». А если вы немножечко где-то согрешили, то это расплата за грешочек. А если совсем безгрешны, то это расплата за грехи ваших предков и так далее. Всегда люди должны до сего доходить своим умом, и потому нельзя чистить без разрешения. Иначе это будет вмешательство в Божий промысел, в судьбу человека, вмешательство в волю человека. А если хотите почистить кого-то сами, получите разрешение от этого человека. Пусть этот человек громко и четко скажет, «Разрешаю такому-то человеку меня почистить от порчи». И не сомневайтесь, боги, духи и силы эти слова человека услышат. Даже если этот человек болен и не может говорить, пусть напишет разрешение. А если не может и писать, пусть мысленно много раз скажет про себя, «Разрешаю, разрешаю, разрешаю меня почистить». Только если человек до такой степени болен, что даже мысленно не может дать вам разрешение, то тогда при очищении надо говорить, «Очищаю такого-то человека, но только при условии, если ты, Господь, позволяешь его чистить». На все Твоя воля, Господь. И вот когда эти ваши дети, от которых вы хотите себе внуков, очистятся полностью, тогда можно делать следующий шаг. Но надо очень много очиститься и долго, и именно нашими ритуалами, потому что в них идет очищение не только их самих, но и кармы рода. Ведь мы ранее сказали, что ваши дети могут быть полностью безгрешны, но на них легла, возможно, карма рода. И потому у вас не может быть внуков. После этого необходимо обязательно сделать хороший откуп. Мы не раз говорили, что откуп силам считается хорошим, если вам жалко. Нужно отдать духами силам столько, чтобы после этого вы даже спать не могли и постоянно думали, что очень много отдали, чтобы и день и ночь переживали, что очень много отдали. Ведь мы не раз говорили, что боги, духи и силы считывают все ваши мысли. Вот тогда этот откуп будет считаться хорошим, и судьба ваша, и ваших детей изменится. Никогда не жадничайте силам. Это все обязательно принесет для вас пользу. Это все никогда не впустую. Все ваши откупы до рубля, до копейки записываются в хронике Акаши. И вот после того, как вы все очистились, отдали хорошие откупы, можно идти к Святой Матронушке, к Богородице, к другим святым и вымаливать у них детей. На это может уйти не один день. Этот процесс тоже должен быть постоянным и долгим. И обязательно вы должны не только молиться, но и помогать детям, чужим детям, именно чужим детям. И это уже не обязательно материально, а просто, например, приходить к ребятишкам в детские дома, в больницы, к соседским ребятишкам, к друзьям, к знакомым, на улице ли. Любая помощь детям. Но нужен именно прямой контакт с детьми. Просто общаться, например, с ними по-доброму. Многим детям не хватает простого доброго общения. Родители все время могут быть заняты, а маленьким почемучкам может быть одиноко. И вот приходите вы и разговаривайте с ними по душам, интересуйтесь, как дела, о чем ребенок мечтает. Просите его что-нибудь показать, похвастаться своими успехами и так далее. Старайтесь побольше сказать этим детям ласковых слов. Хорошо бы обнять таких детей, но только чтобы вас не заподозрили в педофилии. Будьте осторожны. А если все хорошо, и вы точно знаете, что у посторонних не возникнет никаких подозрительных мыслей насчет вас, то тогда как можно больше обнимайте таких детей. Если совсем малыши, держите таких детей на руках. Нужен именно прямой, телесный контакт. Понимаете? Вы должны дарить таким детям свою безусловную любовь. И чтобы Бог это почувствовал и увидел. Вашу искренность, вашу материнскую и отеческую, ненаигранную, именно ненаигранную любовь. Любовь, исходящую глубоко из сердца, из души. Понимаете? Очень сильную любовь. И тогда дети обязательно скоро у вас появятся. Но еще, что для этого надо? Вы должны свою мечту о своих родных детях забыть. Полностью забыть. Помечтали и отпустили. Полностью забыли. Не нужно, как делают некоторые, постоянно, чуть ли не каждый день, делать тесты на беременность. Надо убрать подальше все тесты и просто жить. Заниматься своими делами, другими детьми. И для себя внутри решить, что плевать, будут у вас дети или нет, на все воля Бога. А вот мы будем дарить свою любовь и нежность другим детям. И эти дети будут нашими любимыми детьми. И настроиться на этих детей. А про желание своих детей полностью забыть. Любые мечты исполняются только тогда, когда о них полностью забываешь. Помечтали и отпустили. Забыли. А иначе своими мыслями вы свои мечты держите в клетке. Таков закон любой магии, что надо уметь забывать, отключаться от мечты. И только тогда, когда полностью ничего не ждете, мечта неожиданно осуществляется. Спасибо за внимание, наши любимые подписчики. А продолжение в следующем выпуске.